Футболисты «Луча энергии» стали авторами главной сенсации очередного игрового дня в Футбольной национальной лиге, сообщает переслужба клуба. В гостевом поединке 15-го тура первенства ФНЛ «Тигры», вопреки всем прогнозам, сумели победить одного из главных фаворитов чемпионата – Ленинградский Тосно 2-1. Уже на 16-й секунде встречи Вадим Минич ударом с близкого расстояния открыл счет. На 41-й минуте после розыгрыша углового Алексей Грицаенко отправил второй мяч в ворота Артура Нематулина и упрочил преимущество команды. 2-0. Итог матча установил Константин Гарбус, поразивший ворота Ильи Гаврилова в начале второго тайма. Победа в Великом Новгороде позволила «Лучу энергии» подняться на 13-ю строчку в турнирной таблице. А вот Тосно, несмотря на поражение, сохранил за собой второе место. Следующую игру «Луч энергия» проведет 8 октября на своем поле против Тамбова. 250 любителей и спортсменов соревновались в гребле на лодках класса «Дракон». Зрелищными состязаниями в поселке Лозовы закрыли спортивный сезон. В открытых краевых соревнованиях приняли участие спортсмены из Владивостока, Находки и Партизанска. Гонки на драконах традиционно проводили среди трех типов экипажей – мужские, женские и так называемые «микс», то есть смешанные. Спортсмены преодолевали дистанции в 200 и 2000 метров. Сами соревнования стали для зрителей и участников не только спортивным, но и познавательным событием. Директор Департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов на открытии рассказал об истории соревнований в Лозовом. Приморский край был первым в России регионом, где появилась гребля на драконах. Отсюда уже этот спорт пошел дальше по стране. В 2010 году закрытие сезона получило статус всероссийских соревнований. Сюда в течение многих лет приезжали спортсмены со всей страны. И все же мероприятие больше носило характер праздника, нежели борьбы. Здесь соревнуются любительские команды, хотя в составе у многих спортсмены-разрядники, призеры мировых первенств и чемпионатов разных международных соревнований. Профессиональных команд как таковых нет. Тем не менее соревнования проводятся на хорошем, достойном уровне. К слову, соревнования в Лозовом стали еще одним хорошим поводом поздравить состав сборной России, который на недавнем чемпионате мира по гребле на лодках класса «Дракон» завоевал золотые медали. Десять приморских спортсменок достойно представили свой регион в женской двадцатке на дистанциях 200 и 2000 метров, став двукратными чемпионками мира. Во Владивостоке полным ходом идет строительство современной спортивной площадки. Новый объект расположится в районе 18-го дома по улице Фанзавод. Там ранее была установлена муниципальная хоккейная коробка, которая уже в принципе требовалась капитальном ремонте. На сегодняшний день подрядной организацией произведены работы по армированию и бетонированию стяжки. Установлены борта на хоккейную коробку. В настоящее время уже буквально со вчерашнего дня начали монтаж оградительной сетки и заливку бетонной стяжки под тренажеры. Сами тренажеры на площадке тоже уже устанавливают, а вместе с ними столбы освещения, баскетбольные кольца, футбольные ворота и прочий инвентарь. Идет монтаж оградительной сетки, основания для трибун, раздевалок. Заниматься здесь можно было и до ремонта, однако даже по мнению специалистов, прежняя хоккейная коробка на этом месте давно устарела и технически не соответствовала новым стандартам. Сегодня работы здесь ведутся на условиях софинансирования из городского и краевого бюджетов. Инна Щедрова, новости спорта на восьмом.